Нам осталось не так много времени для того, чтобы мы могли подумать, сделать какие-то выводы для себя и уйти отсюда с каким-то Словом Божием, которое Он скажет именно мне. Мне лично или вам лично. Я думаю, что главное в этом внимательно слушать. Сегодня Он уже говорил о том, что Он прощает грехи. Он, наш Бог, говорил нам о том, что в Его власти наша жизнь, наша смерть, наше здоровье, наше имущество, все в Его руках. Мы благодарны Ему за то, что Он дает нам из Своей доброй руки. И мы должны понимать, что то, что Он дает для нас, это Его, не наше. И то, как Он направляет нашу жизнь, Он делает для того, чтобы мы могли понять Его волю. Третья книга Царств, тринадцатая глава. История там повествует нам о некотором царе, царе израильском, по имени Иеробалам. Иеробалам, это был царь над десятью коленами израильского царства. Десять колен царства Израиля образовались от разделения всего израильского царства, над которым правил Давид. Перед ним Сауд, первый царь, Давид был второй царь, третий царь был Соломон. Этот премудрый царь Соломон, которому Бог обещал великую мудрость и которую дал ему Бог. Но Соломон, Соломон очень высокого мнения стал о себе, о своей мудрости. И мы знаем, что сердце его в старости в преклонные годы возвратилось. Он вместе с своими женами стал приносить жертвы идолов, чужих богам, которым Господь завещал или повелевал не поклоняться и не служить, не приносить им жертвы. Но Соломон в старости уклонился от этой дороги. И Господь сказал, что он заберет царство от дома Давидова и десять колен в царство Израильского перейдет к другому человеку. А к другой человеку это был Раваам, этот человек. И Бог отдал этому Равааму десять колен Израильевых под управление. Для того, чтобы этот царь управлял этими коленами, этими десятью родами народа Израильского, а одно колено останется под властью потомков Давидов. Но так будет не всегда, сказал Господь, до времени, пока исполнится определенное время. И Раваам, почувствовав у себя эту власть, боялся потерять ее. Он отгородился от Израиля. Он поставил жертвенники, чтобы они не ходили на поклонение в Иерусалим, в то место, которое Господь избрал для поклонения. Но поставил жертвенники на территории Израильского царства. И там приносил жертвы, и там, на том месте, которое Господь не проливал, Он там начал совершать богослужение. И Богу это не понравилось. Бог оседил это. И Он послал к нему пророка, имя которого нам неизвестно. Оно и не висок страницах в Иерусалим. Этот ворог приходит к жертвеннику, к этому месту, на котором стоял этот жертвенник. У этого жертвенника стоял этот царь Иералаам, имя которого мы читали сейчас на стене. И сказал следующие слова. И вот, человек Божий пришел из Иерусалим, и послал Господню в Ифиль, в то время как Иералаам стоял у жертвенника, чтобы совершить беде. И произнес к жертвеннику слово Господне, и сказал, жертвенник, жертвенник. Так говорит Господь. Вот, родится сыну Дому Давидову, имя Ему, Иосия, и принесет на тебе в жертву священника в лесок, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в этот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот, этот жертвенник распоется, и беда, который на нем рассыплется. И когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Ифиле, то простер Иералаам руку своего жертвенника, говоря, возьмите его. И одевенела рука его, которую он простил на него, и не смог поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и беда жертвенника рассыпался, по знамению, которую дал человек Божий, славу Господню. И сказал царь человеку Божию, умилостивый лицей Господа Бога твоего, и помолись во мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивый человек Божий в лице Господа, и рука царя поводилась к нему и стала как прежде. На этом месте, основное место, но дальше продолжим чтение. Для большинства понятно, что написано, но ближе к детям не совсем ясно, о чем говорится. Они немного смотрят в другую сторону. Но хочу сказать, что произошло следующее, что царь, увидев такую силу Божию, что жертвенник этот разломился прямо на его глазах, он его не толкал, его никто не ромал. Он сам разрушился под жертвенником. И царь сказал схватить этого короткого. Схватить, но явно не для того, чтобы подарить ему подарки, правда? Схватить, арестовать, наказать, ну и что же, как он смел против царя такое сказать? Но рука царя отдельный нену. Отдельный нену, то есть она не директорная стала, но стала непослушаться ему. Она не стала ни сгибаться, он не мог возвратить ее к себе. Она вот застыла в таком положении, как он сказал, схватить его. В этом положении он стоит, и думает, а-а-а, умилостив лице Господне, чтобы рука моя обратилась ко мне. И когда человек Божий умилостив лице Господне, то рука вновь стала покорна ему, он стал вновь шевелить рукой. И тогда царь поменял риторику. Он сказал так, и сказал царю человеку Божию, зайди со мною в дом, в этой епиской пищи, я дам тебе подарок. То есть только что он хотел человека уничтожить, но теперь, увидев ту силу, которая стоит за этим человеком, он поменялся. Он сказал, это не значит, что человек поменялся внутренне. Он поменялся в его поведении в данный момент. Но наклонность и его сердце остались таким же. От Господа. Для самого себя. Но человек Божий сказал ему, царю, хотя бы ты дам мне пол дома твоего, я не пойду с тобой. И не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо там заповедано Господним, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся к дороге, которая пришел. То есть он пришел, имея поверение от Господа, сказать слово к некоторому жертвенному, чтобы этот жертвен был разрушен, явитым силой Божией. И придя в это место, он не должен был идти той дорогой, которую он пришел сюда, но идти другой дорогой. Он не должен был в этом месте, в этой земле кушать, не должен был пить воды. И таких три обязательных дела, которые он должен был не делать. Не есть там, не пить там, и идти другой дорогой, не той, которую он сюда пришел. И он так и сделал. Он стал, и если он пришел оттуда, то он стал идти, скажем, в другую сторону, в другую дорогу, возвращаться домой. Но в Ефиле был один пророк, старец. Сын его пришел, рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Ефиле. И слова, которые он говорил, церкви, и пересказали сыновья отсутствия ему. То есть люди, не был только один царь, и был только этот пророк. Нет, было жертвоприношение. Народ стоял, которые приносили жертву, священники этих высот стояли, царь был, и пришел этот пророк. И когда это все произошло, люди, которые стали вокруг, они увидели это. И когда они это увидели, они понесли это себе домой. И вот один из сыновей, некоторого пророка, пришел домой, и говорит, что вот это, и это произошло вот в этом дворце, в этом месте, где был царь, где было такое событие. И этот человек сказал, какой дорогой он пошел. То есть люди видели, что он пришел оттуда, а теперь он стал идти по эту сторону. И сказали сыновья своим, оседлайте меня осла. Оседлали лотца, и он сел на этого осла, и поехал за Человеком Божьим, и нашел сидящий под немок. И сказал ему, ты ли Человек Божьим, причащий из людей. Но этот человек шел пешком, какое-то расстояние. Он устал, он хотел есть, он хотел пить, и виситый сидел под деревом. И в этом месте, находит его этот старец, пророк, и говорит, ты, тот, который был там на дворце. Он говорит, я. И тогда сказал ему этот человек, этот пророк, зайди ко мне в дом и поешь в небо. Но тот ответил ему, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба, и не буду пить у тебя воды в этом месте. Потому что снова Господь сказал мне, не ешь хлеба, и не пей там воды, и не возвращаться до той дороги, которую я пришел. И сказал он ему, и я, пророк, такой же, как ты. И ангел говорил мне словам Господним, и сказал, вороти ему к себе в дом, пусть поесть хлеба и напьется воды. Он соврал ему. На этом месте я немножко остановлюсь. Итак, этот человек хочет есть и хочет пить. Самое мгновенное желание, самое простое желание, которое есть у каждого из вас. Если мы недавно кушали перед собранием, то мы не испытываем ни голода особо, ни жажды. Но пройдет полдня, а если мы куда-то еще будем, должны будем идти пешком 20, 30, 100 километров. Идти. Целый день. Конечно, у него он станет. Этот человек встал очень. И он хотел есть и пить, но он слушался слово Господь. Я думаю, там протекали и ручьи, и кто-то из людей предлагал ему. Но он отказался. Он отказался от царской еды, от подарков, от даже простой чашки воды. Он отказался. И он шел, исполняя с повеления Господь. Хотел ли он поесть пить? Конечно, он хотел. И вдруг он слышит, что приходит к нему, когда человек говорит, идем, будешь есть и пить у меня. Меня Господь к тебе послал. Он как часто не слышит эти голоса. Как часто мы слышим, что Господь поменял свое мнение. Вот, раньше этого было нельзя. Еще раньше нельзя было. Вчера было нельзя. А вот сегодня можно. Бог поменялся. Поменялось его мнение. Поменялось его взгляд. Поменялось его отношение. Вчера было нельзя. А сегодня праздник. Сегодня можно. И этот человек не проявил внимания. Не в этой осторожности. Он пошел вслед того, чего он хотел. И он встал, воротился с ним в дом, поел хлеба, и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было пророку, старцу, воротившему его. И произнес он человеку Божию, пришедшему из июнея, и сказал. Так говорит Господь. За то, что ты не поменялся устам Господа и не собрал повеление, которое заповедовал тебе Господь, заповедовал Господь, Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, в котором я сказал тебе. Не ешь хлеба и не пей воды. Тело твое не войдет гробиться в отцов твоих. И после того, как он поел хлеба и напился, он и свидал пославный пророк, которого он воротил. То есть этот человек, который возвратил его, напоил, накормил, сказал ему слово Господне, как пророк. «Ты не войдешь в могилу твоих отцов». Что это значит? «Ты не будешь похоронен в том месте, в котором ты должен был похоронен. Ты умрешь ради того времени, которое ты думал. За то, что ты меня не слышишь». И дальше мы читаем, что этот старик, этот пророк, он даже своего ослаял, оседлал, посадил на него этого пророка и отпустил его. И отправился в ход. И встретил его на дороге лев и умер в него. И лежало тело его брошенное на дороге. А седжи стоял подле него. И лев стоял подле тела. И вот, проходящие, внимательно, люди увидели тело брошенное на дороге. И льва стоящего подле тела. И пошли и рассказали в городе, в котором жил право-станец. То есть люди увидели, что произошло. Они увидели, что этот человек, который стал местной знаменитностью, убит. И убит не любви. Не любви царя, а убит львов. За что? За то, что он не послушался господством. И люди пришли и рассказали, что вот там, вот на той дороге, в которой он шел, теперь он лежит. И странный поведение льва. Он напал этот человек, убил его, но не съел. Рядом стоит осел, которого лев может съесть. Но лев и этого осла не съел. Просто стоят эти трое. Одни лежит, двое стоят. И странное дело. Лев никогда не упает просто так, чтобы убить. Он, если она падает на львовцу, он убивает ее, берет и тащит к себе многого. К своим детям, чтобы поесть и накормить свою семью. Если там был человек, и лев упал на человека, он забрал него. Если там был и лев, и человек, и осел, он бы убил двоих. И одного обязательно бы забрал с собой, потом пришел бы за вторым, и второго бы забрал. Но лев не сделал ни того, ни другого. Удивительно. И люди увидели это. Ну, наверное, они подошли, и сказали, о, лев сидит, о, человек лежит, о, осел сидит. Нет. Они издалека увидели это. Это. И тихонько ушли, и пошли к себе домой. И все, в городе рассказали, странное дело, такого никогда не было. И когда рассказали об этом, то этот старик узнал по словам своего осла, узнал своего гостя, и тогда он сказал так. Услышал это слово, он сказал, это тот человек Божий, который не поменялся уставам Господа. Господь предал ему льву, который издавал его, и умертвил его по слову Господа, которое он изъел ему. И сказался на нем своему, оседлайте мне осна, оседлали они, он воротился, нашел тело, брошенное на дороге, осел же и лев стояли возле тела. Лев не съел тела, и не изломал осна. И поднял кого-то человек Божие, тело человека Божия, положил его на осна, и повез его в рак. И пошел человек, пророк старец, город свой, чтобы отмахать и похоронить его. На этом месте я остановился. Что произошло? А произошло обыкновенное непослушание. Такое, которое случается у нас довольно часто. Ну, особенно здесь, в Германии. Не потому, что Германия такая грешная страна, а потому, что многие из нас, которые жили немного в своих церквях в Украине, или в других странах, вдруг почувствовали свободу, почувствовали некое определение, что, наконец, можно делать то, чего нельзя было раньше. И стали жить не так, как жили раньше. Раньше это все было под запретом, тяжело, нельзя. Ну, а теперь? А теперь можно. Теперь можно. И слышим, что одно, а другое происходит, что люди поменялись. Но я не думаю, что люди сами поменялись. Они просто подумают, что, наверное, Бог поменялся. Что изменился он, что он теперь сказал, что раньше было нельзя, а вот теперь можно. В Украине нельзя было этого. А теперь можно. В Германии все так делают. И раз это делают они, то и не нужно. Можно то, за что я сам себя раньше осуждал. Можно то, что я осуждал с другими. Теперь я делаю это сам. Удивительно, но Бог не меняется. Не меняется Он. Он все знает, все видит, все понимает, все слышит. У Него все в Его внимании. Он всю землю обозревает. Книга пророка Иеремии, 35 глава, очень замечательная. Иеремии, 35 глава. Пророк Иеремия, будучи в один голосом Божий, услышал от Бога слово, которое было ему сказано. Пойди в дом Рихадидов, поговори с ними и приведи дом Господний в одну из комнат и дай им пить вина. Не знаю, как вы к этому относитесь, да, как в ваших культурах, в вашей церкви, в вашей стране это. Но я думаю, что в Израиле с этим никогда проблем не было, чтобы выпить вина. Никто не говорил о том, что так не заведут. И вот этот пророк Божий идет в дом к этим людям, которые там живут, в этом городе, приводит их, говорит, пойдет со мной. Все знают пророка Иеремии, пророка Иеремии. Они приходят к нему в дом, он ставит перед ними сосуд, 4 стих, привел их в дом Господний, в комнату сынов Анана, сына Георгия и человека Божия, который отходит в комнату княжи. Постал перед сынами дом Рихадидов, полный чаши вина, и стаканец казалось им, пейте вино. Представьте, человек Божий, пророк, говорит им, пейте вино, пейте. Но они сказали, мы вино не пьем, потому что Иерна Габ, сын Рихада, отец нас ждал, но в заповедь сказал, не пейте вино, ни вы, не пейте ваши победы. Домов не стройте, семян не сейте, виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах, в весенней жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на земле, где вы страните. И мы послушали голос Иерна Габа, сына Рихарова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина, а в весенней нашей. Мы, жены наши, сыновья наши, дочери наши, чтобы не строить домов для жителей нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посевок, а живем в шатрах, и во всем слушая себя, делаем все, что заповедовал нам Иерна Габа, отец наш. Когда нам подогласил царь пришел, тогда мы от наших мест, где мы жили, пришли в Иерусалим, за его стены спрятались. Ну, а так мы жили всегда, вне города. И было слово Господни Кирио, и так говорит Господь, целого Бога, Израиль, иди и скажи, мужам и люди, и жителям Иерусалима, неужели вы не развьетесь это настроение для себя, чтобы слушаться слов моих? Слова Иеронава, сына Иерусалима, который завещал сыновьям своим, не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания царства. Я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не слушались меня. Я послал вам всех рабовных пророков, послал с раннего утра, говорил, оборотите и скажите в зло пути своего, и исправьте победение ваше, и не ходите на следовы богов, что вы слушаете им, и будете жить на ли земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не выполняли отца своего и не послушали меня. А то, так же говорит Господь, что так как сыновья Иеронава выполняют повеление отца своего и слушаются, а народ мой не слышит, не слушает меня. Поселила, говорит Господь, на виду дыма и людей и рассею вас. А дальше говорит, а дом приходит и сына Иеремия, сказал так, так говорит Господь, за то, что вы послушали завещание Иоанна отца вашего и храните все заповеди его и во всем поступать в путь завещал вам, за это, говорит Господь, вот, Израилет, не отнимется путь Иоанна, а даруа сына и хауа, муж, предстоящий, предпецом моим во все дни. Слышите, какие благословения Бог дает? Бог дает благословения слушающимся Его, повинующимся Ему, не изменяющим Ему в том, что обещали Ему. Не стоит ли нам самим себя проверить? Не поменялись ли мы? Не думали ли мы, что Бог поменялся? Может быть, мы ждем, что Он стал другой, что Он стал разрешать нам то, что раньше не разрешал. Может быть, мы говорим это в нашей культуре, так нельзя было, а вот здесь, в этой культуре, это может. Но мы находили основание этому в Священном Писании. Когда Господь говорит нам, и мы слышали голос Его, шли за Ним, когда мы слышали то, что Он говорит нам, и мы повиновались этому, что изменилось, что поменялось в нашей жизни и поменялось в нашем Боге. Если мы читаем книгу пророка, послания Диакова, 1 глава 17 стих, написано, что наш Бог, это Бог, в котором нет изменения и не тени переменения. Не только Он не поменялся, у Него даже тени перемены не появились. Знаете, как у людей иногда бывает, посмотрят в глазах, вроде бы какая-то тени перемены обещаются, что человек, вот он готов что-то измениться, он еще не изменился, но вот он готов поменяться. Наш Бог не меняется. Не меняется ли правило, не меняется ли слова, ничто не меняется. Я, если я себя хочу проверить, я себя хочу проверить, и вас так же призываю провериться ли себя. Все ли так, как было в дни нашего обещания Ему? Все ли так, как мы начинаем? Если нет, то что поменялось? Бог ли поменялся? Или мы? И когда мы задаем такие вопросы сами себе, отвечать мы тоже даже ли себе. Ответы на эти вопросы не в словах должны быть, они должны быть в действии. Если мы находим, что мы позволили себе по-другому что-то делать, но не находим для этого основания в Писании, нужно обратиться. Нужно остановиться и пересмотреть, испытать самую себя, проверить и увидеть, как произошло это перемен. Что случилось? Если ничего не поменялось, просить Бога сил, чтобы Он дальше помог идти. Но если перемены есть, то, как в книге Откровения Он говорит, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни то место, где это произошло. Возвратись и покайся. Пусть Слово Господне, оно не всегда приятно нашим шумам. Иногда мы хотим сказать на себя посмотри. Или вот другие делают то же. Почему можно, а мне нельзя? Господь не говорит нам смотреть на других. Он призывает нам смотреть на самих себя. Сами себя исследуют, самих себя проверяют. Он говорит, самих себя исследуйте, верили вы. Сами себя исследуют, живет ли Христос в вас. Это вопрос, который мы должны постоянно задавать себя. Иногда это трудные вопросы. Иногда бывают очень сложные ответы на эти вопросы. Но ответ только один. Бог не изменяется. Ничего не происходит просто так. Он говорит нам и сегодня. Он желает, чтобы мы готовились его встречать. И чем дольше мы живем, тем больше мы понимаем, что время его пришествия приближается. И мы должны задавать себе вопрос готов ли мы испечать его? Готовы ли мы оказаться в тот момент такими, которые он заберет к себе? Этих вопросов очень много мы должны задавать себе. И не переставать их задавать. Да, вокруг нас жизнь висется. Мы должны учить немецкий язык, мы должны устраивать их на работах, мы должны устраивать свою жизнь, жизнь своих детей, но все это как его. Он все может сделать. И мы сегодня слышали, что даже человек, который не имел надежды на изменения, был лежач, и шансов ему подняться на постели не было, но Бог нашел для него спасение через его друзей. Бог дал ему встречу с Иисусом Христом. Встречу с Иисусом Христом меняет жизнь человека. Если вы не встретились с ним сегодня, ищите эту встречу, чтобы ваша жизнь изменилась. Если вы встретились с ним, то вспомните, что он сказал вам в то время, когда вы встречались с ним, что вы говорили ему, какие обещания ему давали, и держимся ли мы сегодня этих обещаний, которые мы дали ему. И знаете, здесь эта история, что пока короткая, смешная история, что человек выпал с этажа и падает, кричит, Господи, спаси, больше не буду. Тут он цепляется за веревку, били его, отлетает на ветку дерева, сверки дерева, обратно берем веревку и падает на землю. Стал говорит, так мало обещал, так много обещал. Когда мы обещали Богу, что мы будем идти за Ним, мы должны держаться с обещаниями. И пусть это было сказано давно, или пусть это было сказано недавно. Но это обещание мы им удалили. И как эти сыновья, которые пообещали отцу не пить вина, и делать так, он сказал, Господь заметил, заметил эти слова, которые когда-то отец, не перед земной народом, а где-то дома, своим сыновьям сказал, сыновья, делайте так. И Бог это заметил. И когда сыновья пообещали отцу, отец ему делать это так, и ты нам сказал. Бог смог наблюдать за этими людьми. И он сказал, пойди в дом к этим людям, позови и проверь. Они же не знали, что это было проверь, это не правда. Пророк Божий пришел и сказал, пейте его. И сказали, не будем, мы обещали. Нам нужно держаться в своих обещаниях, которые мы Богу дали. Мы сейчас с вами молились с Нимой. Может быть, кто-то хочет обновить свои обещания к нему. Может кто-то хочет сказать, Господи, да, я саджу вис. Я нашел ту дорогу, которую ты сказал мне не ходить, и я пошел в ту дорогу. Может быть, вы стали лезть то, что нельзя было есть и пить из тех источников, из которых нельзя было пить. Сегодня можно изменить эту ситуацию. Сегодня можно возвратиться обратно к Нему. Он ждет, что мы станем все верны тому, что мы сами Ему помещаем. Я призываю вас к моменту. Кто может встать, встанем и помоемся.